Почему в обрядном порядке? О нет, открылась дверь! Ой блин, вообще кошмар ужасный Лампа, давай стреляй по лампе Огонь! А за что нам цепляться? За другую лампу, которую я не сломал Идеально Я тоже живой Так, смотри, тут молнии на вихисель Погнали! Погнали! Где мы? Пошли! Оп, оп, что это пустота Кнопка, что она делает? Как же интересно! Давай наберем Давай! Аааааааа! Ааааа! Не двигайся! Не двигайся! Ну я не думай, а что ты делаешь? Да ты не думаешь, что ты делаешь? монтажа и также как мы строили декор смотрите по ссылке в описании а перед тем как мы начнем не забываем ставить лайки и подписываться на канал давайте наберем 500 лайков чтобы я продолжил эту рубрику строим вместе пишите в комментариях понравилась ли вам новая рубрика и чтобы вы хотели увидеть следующих ролика начинаем ну давай решим какой у нас сначала будет граб пак и построим основу да кажется без декора так все начинается со стульчиком так давай я тогда сажусь ставлю тортик себя и мы сделаем заднюю часть граб пака так вот я примерно сделал основу граб пака сейчас я сделаю механизм гарпунами и вот как шторчик уберу вот это граб пак от него уже можно понять как он будет выглядеть пока что руки будут как просто квадратики 1 квадрат и 2 пока не будет но что сейчас сделаем механизмы а потом уже отдельно будем делать декор так будет удобнее на видео смотреть типа сначала механизма потом декор так сейчас я ставлю золотой гарпун под наклоном 15 градусов после чего я беру шарнир с совпадающим вращением и ставлю прямо на кончик механизм кстати крымсом придумал самый первый ставите красную перчатку не пока подожди ему покажу как он работает так вот как это работает механизм получается гарпун стреляет а шарнир ему подцепился и типа гарпун стреляет шарниром это как своего рода переходник типа переходник гарпу ну типа вот он летит а шарнир вместе с ним это типа переходник он хватает типа гарпу вот как переходника с другой стороны уже можно ставить блоки переходник короче так час я тогда это штуку поставлю вот сюда в руку вот получается вот шарнир не касается блоков самое важное теперь я вот сюда просто руку перемещаю прозрачность поставлю это у нас механизма получается бесконечно так сейчас я вторую штуку устанавливаю тоже типа синяя рука будет так сейчас мы подцепим гарпун и прошли они просто возьмут и упадут час так это нужно будет опять совпадающее вращение как я нереально они они не цепляются ни за что они упадут как они стрельнут они сразу падут пошли у них изменится hitbox потом их нижняя платформа должна к чему-то подцепляться именно нижняя платформа должна к чему-то подцепляться а зачем ты забор поставил так же нормально не погоди мы сейчас дадим тогда механизм вообще проверим и приступим декор ну графак очень быстро строится вообще он легок в строению не думал что но самое главное что я хочу сделать это не сам графака механизма взаимодействия чем можно взаимодействовать вот каждая кнопка за каждый гарпун отвечает так все готово сейчас их тоже на прозрачность да сразу сделаем дверь которая открывается от нажатия грапака и небольшой конец через который может быть перепрыгивать так вот допустим вот это у нас дверь сейчас я еще не рисую делаю деревом для красоты он сделал пират не знаю чем так вот дверь сейчас мы делаем механизм так всем понятно если какой-то блок ударит о кнопку то кнопка не нажмется вот кнопка если на нее пойдет блок то кнопка не нажмется это физика билд идет работал час я покажу даже вот блок вот он падает на кнопку и кнопка не включается так что если рука грапа попадет на кнопку то она не включится поэтому мы делаем по-другому хочу зачем это и нажимные плиты нет что это очень долго и сложно мы все облегчим в миллион раз и сейчас покажу как так сейчас мы сделаем ведь дверь у нас будет вот входит в блоке типа вот а если она разморозится то она даже не упадет поэтому мы ставим перемещение на 10 перемещаем ее вот чуды ставим вот здесь два поршня так погоди на на дверь повыше поставить то и механизмы не могу сделать вот дверь так что я тоже подумал под ней нужно будет поставить два поршня которые будут ее подымать вверх а чтобы она может до двери когда на них нажимают они не пор делаем так смотри вот этот механизм получать будет подымать дверь вверх типа она открывается еще один механизм будет ее задвигать то есть поршень так вот тут я прям ставлю он задвинет эту дверь так как мы переместили на 10 делений то она ровно по идее это двинется так теперь он будет поставить кнопки я еще хочу делать таймеры чтобы дверь открылась и сразу типа заполнялась ее строка в этом обычно у нас там все привязалось куда-то не надо что отвязать а погоди твоя это выделю убираем так получается смотрите я хочу сделать во первых должна быть кнопка которая будет запускать дверь то есть задвигать ее в эту рамку вот для это у нас есть одна кнопка вот также должна быть вторая кнопка который будет находиться вот здесь который будет отвечать за эти два поршня типа открывать саму дверь давай сделаем этот а почему зеленый так смотри мы сделаем типа датчик допустим мы же пока без декора делаем типа вот эта кнопка похожа на руку а еще не похоже на будущем будет похоже мы делаем вот кнопка есть на нее нажать то включится эти пошли дверь поднимется а снизу я хочу вот так делать смотри типа она будет заполняться как в оригинальном поппи плейтайм вот а зачем лампочки а точно это это может очень сильно нам облегчить да да я понял два три 4 5 вот это строка я перекрашу кнопочки лампочки так теперь у нас есть пять таймеров каждый таймер нужно привязать друг другу таким образом так пиратные девочки то всех на расстоянии перемещу а то я даже не вижу там что происходит сделал теперь мы сделаем вот так вот так вот у нас таймер привязаны друг другу и каждая этот лампочка привязана к своему таймеру типа вот один таймер привязан кнопки другой тоже другой 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 и так все так получается кнопку на должна активировать таймер самый первый и не должна активировать никакой поршень так сейчас я всю привязку еще раз объясню чтобы точно закончить с этим получается вот у нас есть кнопка когда на нее человек нажимает нет не поршни активируется активируется первый таймер первый таймер загорает первую лампочку второй тоже вторую лампочку третий четвертый пятый а потом уже вот эти поршни активирует самый последний таймер так получается когда еще вернем на место и загрузим и лучше покажем так начинаем тест град пака получать сохраняем его садимся на стульчик ставим себя тортик удаляем стульчик после омона все это разморозить так вот все готово я даже скрою механизм чтобы красивее было тоже раз так получается чтобы активировать любую руку нужно нажать на кнопки сзади также можно от первого лица увидеть сами руки которые пока что без декора вот я могу просто стрельнуть и все и благодаря шарниру который подсоединился к гарпуну он типа как работает как переходник у нас подсоединяется бог вот я могу также в человек попасть все конечно разрушить могу также я могу открыть вот эту дверь которому как раз таки сделали да он получается у нас кнопка и как вы знаете бьют обочи еще за касается кнопки то она не будет нажиматься и поэтому когда мы нажимаем нажимаем куда будет стрелять рука получается вон в ту кнопку и когда мы нажимаем кликом то у нас еще активируется кнопка поэтому получается типа визуальная красота и у нас начинают загораться лампочки по одной так раз два три четыре пять благодаря таймерам и на самом последнем открывается дверь а чё ты со мной делал что мы сделаем надо руки без коллизий делать так рука куда-то там улетел давай-ка я еще раз нажму на кнопку чтобы показать именно это все у нас получается выключаются лампочки и когда выключается последний дверь закрывается это как в оригинальной игре там тоже так закрывается я вот нажимаю у нас получается гарпун туда залетает и еще от того что моего клика от того моего клика нажимается кнопка и все делается круто и теперь я просто могу зайти сюда вот вроде бы перфект другое препятствие да сейчас мы делаем еще еще одно препятствие будем спать на декору уже даже ну это препятствие более легкая тут вообще даже никаких механизмов не надо будет тупо пропасть сделай стеночки там а я сейчас делаю краски самое важное часть у нас будет бог за которым будем хвататься такой до каски в поймать они два там хвататься за один блок и типа такую хваталочку за не хватаются и все давай-ка я ее делаю покрасивее а то так вот получается ну вроде получилось довольно похоже без декора пока что я получается размещаю это над пропастью где-то там наверху сейчас немножко неудобные стенки круто прям по центру поставил вот ставлю получается по центру и немножко самое важное это немножко вниз опустить вот так немножечко и теперь мы сделаем веревки на которой она якобы держится такие металлические стержни пусть что она на них держится все готово так сейчас я отключаю тут прозрачность все покрасили и давай сделаем еще один граф пока так ну думаю все поняли чё я тогда сказал про эту кнопку и сейчас мы делали еще одно испытание так начинаем тест графака во первых урок нужно убрать коллизию потому что если мы будем нажимать на эту кнопку то там у нас мы будем немножко застревать небольшим санцем так получается что может из графа у нас имеется две кнопки управления первая активирует синюю руку хоп и можно так и стрелять например дерево как я сейчас стрельнул и также я могу стрелять например вот сюда красной рукой или той же силе и вон я синий наверх стрельну так ладно давайте приступать тогда к этим механизмам которые мы тут понастроили вот получается у нас дверь она изначально вот так раздвинутся да ее типа тут нет мы нажимаем на красную кнопку вот эту которым поставили чтобы задвинуть дверь типа для чего мы задвигаем эту дверь есть у нас просто будет стоять дверь без щелей то она будет прикреплена к этой стене и физически она не сможет двигаться а так все хорошо у нас было щели конечно сделать но это бы смотрелось некрасиво так теперь про это если я нажму то есть вот этот предмет попадет на кнопку то ничего не произойдет но если я нажму на кнопку то она не начнется таймер чё сделал пират так щас исправим все я исправил вот получается если я рукой нажимаю то у нас эмм где загораются таймеры да загораются таймеры и вот так у нас получается загрузка идет и открывается дверь в конце также я могу нажать еще раз и все то есть также пойдет в обратном порядке и в конце она закроется типа загрузка так поле платаем но чтобы сделать это все визуально как будто рука нажимает мы сделаем вот так мы выделяем гарпун и делаем тоже самое то есть стреляем кнопку тем самым мы чё дело мы получается кликаем и сам стреляем гарпун и получается так как будто мы реально рукой стрельнули и она открывается дверь это вы смотрится очень красиво и кажется как будто мы реально ее открываем с помощью этой руки. Ну, визуально это очень красиво и вообще замечательно. Сейчас у нас обратно закроется и сейчас будет второе испытание. Так, давай. Я для тебя приготовила испытание. А что тут лаву разлил? Который... Да не он, короче. Так, вот получается у нас там сверху вот такая вот штуковина. Как она там называется? Я не знаю. Мне надо стрелять рукой. Хоп. Ему получается прицепились. Видите, у нас гарпун в руке. Мы можем так свободно левитировать. Но нам нужно прицепить себя гарпуном и... Ой. Какая-то длитная пропасть. Да ты же все рассчитывал. Короче, я оказался на другой стороне пропасти и даже не спрашивайте как это получилось. Во-первых, пропасть должна быть немножко поменьше. Типа, она не должна быть там длиной в километры, как... Ну, сейчас она кажется маленькой, но в принципе нормально. Если мы хотим сделать длинную пропасть, даже длиннее этой, вот получается, вот так я делаю сейчас. Вот эта пропасть даже длиннее вот этой. Видите? Технически это невозможно, да? Но для этого мы будем использовать закон рычага. Типа, есть такой закон, который работает так, что типа там можно что-то облегчить. Ну ладно, думаю, все знают. Мы просто берем и перемещаем вот эту верхнюю штуку чуть-чуть назад. И это нам все облегчит. Типа, без разницы, какое будет расстояние, но если оно будет стоять очень близко к нашей финальной точке, точке B, то все будет хорошо работать. Типа, вот смотрите, вот я стреляю. Я стреляю, попадаю, вот так перелетаю, и все, видите, я прошел. Но, если эта точка будет находиться на, как сказать, на небольшом расстоянии от точки B, то есть на равном, вот сейчас я сверху покажу, на равном расстоянии от точки B, очень оно равное вообще, блин. На равном расстоянии от точки B, и расстояние пропасти будет очень огромное, даже больше этого, давайте. То не перелетайте, иначе вы разобьетесь. То это будет просто физически невозможно. Знаешь, мне меня сейчас жалко. Мне придется погибнуть по имену науке. Ах! Но если использовать этот закон рычага, я его так наступаю. И то есть мы это сделаем очень близко к точке B, расстоянии вот этого. Мне кажется, вот я сделал очень близко вот сейчас. Да, ты уже сделал? Ну, вот видите, оно очень близко стоит к хватателю, к точке B. То я просто беру, стреляю, и уже без разницы, какое расстояние, я все равно перелечу это. Это можно использовать, если делать там огромные пропасти. Так, просто такой гениальный рычаг можно начинать делать декор. Как мы делали декор и многое другое, смотрите по ссылке в описании. Ну, а на этом наше видео заканчивается. Ставим лайки и подписываемся на канал. С вами был Games and Pirate. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok